День открытых дверей для добровольных доноров пройдет в Ненецкой окружной больнице. Сдать кровь и пополнить список доноров округа жители Наринмара смогут в ближайшую субботу, 21 апреля. Днем ранее в России будет отмечаться один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Поводом для праздника послужило гуманное событие. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. Региональная акция проводится отделением переливания крови, чтобы привлечь внимание потенциальных доноров, провести мониторинг по группам крови резус-факторам, чтобы в дальнейшем была возможность экстренно реагировать на различные чрезвычайные ситуации, когда необходима донорская кровь. Иметь надо желание, паспорт и свободное время. Прийти, сдать 20-30 мл крови, исследовать, определим. А потом уже, когда мы проведем в течение 10-14 дней анализ, как говорится, выявим, какие фенотипы имеются, какие антигены имеются в группе фенотипов резус-фактора, тогда мы уже сами выйдем. Кстати, по словам специалистов, в каждом регионе свой рейтинг востребованности крови по группам. Например, в Ненецком округе самые распространенные группы О1 и О2. Но это не означает, что они не нужны. Напротив, это говорит, что такие пациенты встречаются чаще. Говорят, вот у меня самая плохая кровь. Нет плохой крови, абсолютно. Все группы крови одинаковые. Сегодня более 340 жителей Ненецкого округа являются постоянными донорами. Из них две трети активны. Еще треть находится в резерве. Список почетных доноров, тех, кто сдал кровь не менее 40 раз, включает 153 жителя Ненецкого округа. При отсутствии медицинских противопоказаний донором крови может быть любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, чей вес тела превышает 50 килограммов.